Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надёжный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 20 часов не спим. Идём на лопату. Деваться некуда, нужно ехать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Команда отважных путешественников на серийных пикапах Toyota Hilux бросает вызов Арктике, отправляясь покорять самые отдалённые и суровые края планеты, где не оставил свой след ещё ни один автомобиль в заводской модификации. Каково это биться с Арктикой буквально за каждый метр пути, зная, что где-то там под колёсами, под толщей льда, холодная бездна воды? Каково это не знать, в каких условиях предстоит провести следующую ночь и удастся ли продвинуться вперёд хотя бы на километр? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Экстремальный холод. Когда машина завалилась на бок, за бортом была температура ниже минус 50. Непредсказуемый маршрут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заправы? Да. Нет. Плиток с ног явно нестабильный. Просто надо теперь быть аккуратней, чтобы не утонуть, не провалиться. И невероятные встречи, которые запомнятся на всю жизнь. Впервые в жизни я догоняю ледоков. Или могут жизни лишить. Следы белого медведя стали встречаться здесь гораздо чаще. Задача экспедиции – первыми в мире добраться на автомобилях в заводской спецификации до Диксона, самого северного континентального населённого пункта на планете. От районного центра города Дудинки Диксон расположен в 650 километрах. И практически всё это расстояние пикапом предстоит пройти по льду могучего Енисея и Карского моря. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возглавляет экспедицию путешественник Богдан Булычёв, на счету которого, среди прочего, безостановочный пробег из Магадана в Лиссабон. Штурман Богдана Евгений Шаталов одним из первых доехал на автомобиле от Москвы до Тибета. Экипаж второй машины – водитель Александр Еликов, его штурман Дмитрий Лапшин. Не побоялись заехать на печально знаменитый перевал Дятлова на Запорожце. Фотографы и оператора экспедиции Антона Панова едва не заставили сменить веру. В Бурятии он чуть не принял буддизм. А вот оператор телеканала «Авто-24» Игорь Мельник раньше снимал главным образом кольцевые гонки, которые, по сравнению с заполярными экспедициями, проходят в более чем комфортных условиях. Весь путь команде предстоит пройти на серийных пикапах «Тойота Хайлакс». Машин всего две, но, как в автосалоне, есть из чего выбирать. Двигатель поэкономичнее или помощнее, коробка передач, механика или автомат. Дороги в привычном обиходном понимании этого слова не будет. Ее придется буквально протаптывать самим метр за метром в жесточайших условиях лютого мороза, полярной ночи и пурги. Путешественники встречаются со своими автомобилями в Норильске. Не самом обычном, но все-таки городе, где есть большинство благ цивилизации. Но условия заполярья уже дают о себе знать. В день прилета группы температура воздуха минус 42. Добрались, почему мы до славного города Норильска. Приехали в теплую, крытую стоянку, где отогреваются наши «Хайлаксы». Один из них сейчас в строю. На втором, на том, в котором всего лишь один аккумулятор. Аккумулятор, соответственно, сдох. К счастью, после замены аккумулятора мотор оживает сразу. Теперь японским дизелям предстоит безостановочно работать до самого Диксона. Впереди 50-градусные морозы и бескрайняя снежная пустыня. В этих краях предпочитают серьезно доработанные внедорожники. А то и специально разработанные вездеходы. Но участникам экспедиции придется обойтись без лифтованных подвесок, лебедок и больших колес. Из дополнительного оборудования только автоодеяло, чтобы не терять зря генерируемое мотором тепло. И дополнительное освещение. Даже покрышки использованы те, на которых самый обычный «Хайлакс» может выехать из самого обычного дилерского центра. Проверив автомобили, участники экспедиции покидают гостеприимную теплую парковку и отправляются на мойку. Смыть с кузова в грязь после долгого перегона и нанести наклейки партнеров. Затем первая заправка специальным арктическим топливом, способным выдерживать серьезные морозы. На следующий день подготовка к выезду началась ближе к обеду. Команда хорошенько отоспалась и набралась сил перед сложной дорогой. Закуплена провизия, проверено и собрано все необходимое снаряжение. И в 18.20 экипажи покидают Норильск. Приключения начинаются. Спустя час экспедиция въезжает в Дудинку и останавливается возле Таймырского краеведческого музея, где путешественников уже ждут журналисты. Таймырский краеведческий музей – самый северный государственный музей России. Общее число экспонатов превышает 80 тысяч. В холодной Дудинке путешественникам устроили по-настоящему теплый прием. Сотрудники музея напоили их чаем и приютили на ночлег в обмен на душевный разговор. Мы на самом деле думали, куда ехать. Год назад мы были в Якутии, также получается в Заполярье. И тут был вопрос либо Якутии, либо Чукотка. Саша сказал, поехали сюда, я здесь все знаю. И, соответственно, мы сделали этот проект. Вечер первого дня пути завершается небольшой, но очень важной формальностью. Сейчас Валентина Егоровна засвидетельствует о том, что наша команда в составе шести участников на двух Toyota Hilux добралась до Дудинки и двигается дальше по Енисею в сторону Диксона. Мы впервые расставили, разложили нашу палатку и тестируем ее. Как нам здесь будет по комфорту, пока еще до конца не понятно. Уверен, что будет хорошо. Путешественники проверяют свой инвентарь, пока есть возможность сделать это в тепле. Уже завтра экспедиции предстоит лицом к лицу столкнуться с могучей и жестокой природой Арктики. Но это завтра, а пока ужин, неторопливые беседы и отдых в предвкушении приключений. Все, спокойной ночи. Маршрут экипажей должен был пролегать по Зимнику. Однако вскоре после старта путешественники уже меняют исходный план. Накануне слежащие на пути метеорологической станции сообщили, что в сторону Дудинки по Енисею впервые за навигацию этого года движется атомный ледокол «Таймыр». Выбор есть – идти по Зимнику в тундру или спуститься и по Енисею встретить ледокол. Вообще без разговоров. Конечно, только идти навстречу ледоколу. Как часто в жизни автомобилисту выпадает случай разойтись бортами с настоящим атомным ледоколом? Не желая упускать уникальный момент, экспедиция направляется к фарватеру. Казалось бы, вот он, всего в паре сотен метров. Но это метры глубокого снега, по которым нужно проехать на двух серийных пикапах без специальной подготовки. И вот эти 200, там, может быть, 150 метров от Зимника до фарватера – это были наши первые копания. Ну, только прям вот с корабля на бал, можно сказать. Мы валиваемся в снег и с первого метра прилипаем так, что без лопаток просто ни сантиметра сдвигаться не можем. Снег глубокий, колея образуется такая, что колеса просто не цепляют, машина висит на брюхе. И мы начинаем ехать. Да как ехать? Мы начинаем крастись по сантиметру, копаться по этой целине. Вот это вот расстояние от берега до сюда, мы рубились, наверное, где-то минут 40. Вот, посчитайте, а нам 600 километров. Но усилия экспедиции оказались не напрасны. Ослепительный луч прожектора извещает о приближении огромного корабля. А вот когда увидел я его, ну, честно, я не ожидал. Атомный ледокол «Таймыр» исполен высотой с многоэтажный дом. Он проводит суда по Северному Ледовитому океану и Сибирским рекам, с легкостью ломая лед толщиной до двух метров. Его водоизмещение достигает 20 тысяч тонн, а силовая установка развивает 50 тысяч лошадиных сил. Он длиннее футбольного поля. В его бескрайних недрах есть лифты, кинозал на 140 человек, бассейн и многое-многое другое. Девятиэтажное здание, если не больше, просто идет на тебя. При этом уже даже на подступе, когда он был рядом, прям чувствовалось, что вот начинает дрожать лед, какое-то землетрясение. И страшно, и в то же время восторг, и это настолько круто. Это вот словами реально не передать. Стальной великан проходит в поразительной близости от машин. До его мощных бортов буквально можно дотронуться рукой. Лютый мороз и накопившаяся за день усталость отходят на второй план. Суровые, серьезные мужчины, не побоявшиеся бросить вызов ледяной Арктике, на несколько минут превратились в простых мальчишек. Таймыр двигается настолько стремительно, что ребята даже не успевают сделать пару фотографий. Решение приходит само собой. Ледокол нужно догнать и обогнать. Немножко не успели там сделать хорошие фотографии, потому что было куча эмоций. Вот, и сейчас впервые в жизни я догоняю ледокол. По динамике атомный ледокол с пикапами Тойота тягаться не может. Максималка у автомобилей Хайлакс – 170 км в час, а у Таймыра не больше 35. Поэтому с обгоном ледокола команда справилась без проблем. А вот с фотографированием дело обстояло посложнее. Снимок получился один. Вот, кстати, реально получился один нормальный снимок. Остальные, ну, не очень. В дальнейшем он и попал в интернет, его вообще растиражировали куча-куча-куча всяких и СМИ, и не только. И американцы написали про нас, что мы там сумасшедшие русские, там, которые ничего не боятся, гуляют, трогают руками, там, ледокол, который проносится мимо. Но за яркие впечатления от встречи с уникальным стальным гигантом Арктика решила спросить с экспедиции по полной программе. Экипажи попытались вернуться на зимний. Однако фарватор «Генесея» отпускать их не захотел. В общем, едем мы абсолютно не спеша. Наша скорость упала, я не знаю, там, может быть, до километров в час. Вот, примерно вот так вот мы толкаемся, вот, видно, про Сашу. Это он едет, если что. Это он не стоит на месте. Автомобили приходится буквально нести на руках. Метр пикап проезжает без посторонней помощи. Пять следующих метров дороги приходится прокладывать лопатами. Не добавляет оптимизма и жесточайший мороз. Минус 50 градусов, которые на ветру ощущаются, как все 70. Но самая коварная ловушка предательски подкараулила экипажи там, где они надеялись найти спасение – у кромки берега. Идущий впереди автомобиль Александра Еликова проваливается в податливый рыхлый снег. Машина зарывается буквально по крышу, и команда тратит немало сил и времени, чтобы вызволить ее из снежного плена. Экспедиция вынуждена повернуть обратно к фарватеру. Но и там ситуация немногим лучше. Выход только один – бороться. Длились настолько по сантиметру, что я успевал поспать. Там Саша проехал вперед метров, наверное, может, на 10 и встал. И встал так, чтобы просто силы закончились у всех. Решение свернуть с относительно безопасного зимника ради встречи с ледоколом оказалось роковым. Планом предусматривалась ночевка в поселке Байкаловск на берегу Енисея. Но вместо теплого дома команду ждет леденящий ветер, пурга и 50-градусный мороз. Первую же по ходу экспедиции ночь путешественникам предстоит провести прямо на льду Енисея. А это даже хуже, чем в чистом поле. Но другого выхода нет. В следующей серии. Насколько крепок сон в палатке при минус 54? Почему лед на шинах – это страшно? И как дозаправляться там, где нет ни одной заправки? До цели еще 9 дней и 900 километров. Субтитры создавал DimaTorzok